На открывшейся Олимпиаде в Сочи вместе с многочисленными российскими зарубежными гостями сегодня присутствует и Волгоградская делегация. Более подробно об ее участии в спортивном мероприятии мирового масштаба мы попросили рассказать первого заместителя и председателя правительства Волгоградской области Романа Георгиевича Гребенникова. Итак, мы дождались открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Но это событие, к которому готовилась вся страна и вместе с ней Волгоградская область. Могу сказать, что мы, конечно же, очень серьезно представлены на этом Олимпийском событии благодаря идее, установке, команде главы региона Сергея Геннадьевича Баженова. Подготовлен стенд, соответствующая площадка, представляющая наш регион на Олимпийских играх. Очень важно, что регион обеспечивает сейчас, по сути, социальную составляющую. Регион направляет порядка 160 человек из представителей культуры, представителей образования, здравоохранения, спорта, наших болельщиков. Причем они едут на ресурсы и средства благотворителей. Мы практически охватываем здесь 1246 билетов с точки зрения посещаемости, различных мероприятий по Олимпийским играм. И очень важно, что и наши дети, наши ребятишки, талантливые, замечательные, яркие, тоже будут очень здорово представлены в том сводном хоре, который будет выступать на открытии и закрытии Олимпийских игр. В данном случае мы говорим о хоре под руководством Гергиева. И вот 9 представителей региона, 9 детей в этом хоре будут представлены, будут петь. Я думаю, мы их обязательно увидим и тоже будем переживать за их вовлеченность в этот важный процесс. Так что в целом, конечно, регион и социальной составляющей, и с точки зрения участия в визуальном, в имиджевом плане представлены довольно хорошо. Как известно, в Сочах развернется экспозиция регионов России. Что представит Волгоградская область и будут ли сюрпризы? Могу сказать, что регион имеет массу, так сказать, факторов для гордости и для замечательного представительства. Ну, к слову сказать, мэром всего Олимпийского городка, по сути-то, является представитель региона Елена Исенбаева, да? Это яркая звезда спорта и при этом имеющая неразрывную связь с Волгоградской областью. И таких звезд на небосклоне в целом Олимпийского движения очень много. А с точки зрения имиджевой туристической составляющей и привлечения внимания к региону, как к региону, который гостеприимно принимает наших друзей, коллег, всех тех, кто желает посетить регион, то, конечно, нам нужно и нужно будет рассказывать о том, что мы здесь в этой связи делаем. У нас есть и программа по развитию туризма, у нас есть и ключевые опорные точки по экологическому туризму, аграрному туризму, естественно, историческому туризму. Одним словом, здесь масса вещей, которые нужно пояснять, рассказывать и делать так, чтобы регион воспринимался как место для комфортного пребывания людей. Кроме начавшейся зимней Олимпиады, впереди нас ждет еще однозначимое событие – Паралимпийские игры. Готовится ли к ним к нашей области? Могу сказать, что весьма представительное участие региона планируется. Помимо непосредственных участников, спортсменов, регион направляет порядка 1700 человек. Из них только людей с ограниченными возможностями через Министерство социальной защиты – более 1400 человек. Дальше волонтеры, представители спортивной общественности. Это активное и большое участие, что называется, с точки зрения и внимания региона к этим икрам, и с точки зрения переживаний за процессы самих Паралимпийских игр. В целом мы прогнозируем, что участники и болельщики, прежде всего болельщики, представляющие регион, на Паралимпийских играх займут не менее 20 с лишним тысяч билетов. Будут использовать более 20 тысяч с лишним билетов. Это серьезное количество. Я думаю, что мы будем переживать за результаты самих игр. Роман Георгиевич, спасибо за беседу.